Вопрос МКС Ну, это Тарас Климов Тарас Климов Это Тарас Климов Добрый день, всем привет Вы не поверите, где я нахожусь Я нахожусь в столице российского фитнеса В городе Малашиха И в гостях у меня знаете кто? Тарас Климов Тарас, привет Привет Несмотря на то, что у нас два микрофона У нас еще есть, в которые мы будем говорить Тарас, ты готов отвечать на мои вопросы Искренне, честно? Даже за библию дать Клянусь на Ежедневники ВИДЖИМ Отвечать на вопросы искренне, честно Либо говорить просто Следующий вопрос Боже мой, я к этому интервью Так готовилась Всю свою карьеру Как рубрика началась Я хотела у тебя спросить, задать тебе Много вопросов Окей Ну что Оказывается, смотрите, Тарас Тот человек, к которому есть вопросы А говорили, как он не слышит? Да, извините, пожалуйста Да Окей Кто твоя аудитория? Моя Я извиняюсь Так неудобно Да, можно поближе Несмотря на Так не дыши На социальную дистанцию Не плюйся Где маска? Да Да, кто твоя аудитория? Моя аудитория Вот это, понимаете Первый же вопрос Меня поставил в тупик Первый же самый вопрос Первое, что у меня спло в голове Это, значит, такие Женщины Которые приходят на групповые программы Да Вот А второе Это инструкторы Тренеры То есть Две, наверное, основных аудитории Поскольку Преподаю и обычные уроки в клубе Пусть и немного Но тем не менее И преподаю обучение На обучениях, естественно, это инструкторы Но мне кажется Что у тебя больше все-таки тренеров Нет? Или людей просто тоже? Ты знаешь, я не хочу полностью отстраняться От людей Вот в плане того, что Несмотря на то, что последние 10 лет Я в основном занимаюсь обучениями и конвенциями Но я все равно держусь за клуб И у меня там есть как минимум Ну вот на данный момент Сейчас один день и два урока в неделю Пусть это будут два урока в неделю Но я хочу иметь практику на земле, скажем так Вот в полях С действительными людьми И пробовать на них свои классы Какие-то упражнения, какие-то идеи Ну и вообще, в принципе Для того, чтобы оставаться Знаешь, как бы В здравом уме Потому что У меня был такой промежуток времени Когда я не вел уроки в клубе вообще На протяжении, может быть, полутора лет И в какой-то момент я начал понимать Что я действительно уже теряю немножечко Связь с реальностью Ощущение реальности Это происходит Потому что когда ты работаешь там из города в город Инструктор, инструктор, инструктор Конвенция, конвенция, конвенция То есть что происходит в реальности Ты уже немножко начинаешь забывать Чтобы это не забывать Я остаюсь в клубе Кстати, да Сразу Смотри, сейчас закину сразу такой В этом Потеря связи с реальностью Небольшая проблема онлайна Вот И все инструкторы, допустим Которые работают в онлайне Всего онлайна А есть же в онлайне вообще тренеры Которые никогда не работали в офлайн С живыми людьми в клубе С клиентами С живыми А работают только онлайн Но они немножко находятся Все-таки в параллельной реальности Я это знаю по себе Что можно потеряться И не ощущать действительности Я еще немного хлам Я считаю, как это каждый примерно Нормал Так, давай дальше Как ты оцениваешь свой вклад В фитнес-индустрию? Как ты можешь его измерить? Можешь ли ты его измерить? Я не могу его измерить И я не пытаюсь это сделать Почему? Ну типа по количеству людей Которых ты спас Сделал жизнь лучше Спасатель Нет, честно Я считаю, что он вообще минимальный Вот он прям реально минимальный И я считаю, что может быть Даже вообще никакого вклада нет Я просто занимаюсь любимым делом Вот и все Если это кому-то помогло Да, то есть так это теперь называется Хорошо А как это? Сколько? 20 лет? Сколько? 20 лет? 20 И я просто занимаюсь Ты же в любом случае Чей-то жизнь поменял Возможно Ни как-то мечта Нет, нет Я даже не хочу об этом думать И если какие-то жизни И там поменялись Судьбы И там какие-то Может быть И карьеры у людей Я надеюсь Что они поменялись В лучшую сторону Вот Я безусловно знаю Таких людей Которые после каких-то моих Первых семинаров Они решили Например Поменять кардинально Место работы Может быть После мастер-классов Они там решили стать инструкторами Были просто обычными клиентами Либо еще что-то Это происходило многократно И таких примеров масса Но Это же не только произошло Там из-за меня То есть Я не какой-то там Вообще Господь Бог И я не могу влиять Конкретно Полностью На судьбы людей Я считаю Что человек Сам Скажем так Хозяин Да Хозяин своей судьбы И все то Что происходит Это все происходит Вот именно По большей части По воле самого человека Вот Если А я просто Как-то там Мелькнул Покасательный Да Задел Задел Его жизнь И в ней как-то поучаствовал Я надеюсь Что это было в хорошем ключе Очень скромно Все Спасибо Ну блин Вот так и есть Правда Хорошо Как ты находишь баланс Сложности подачи материала Насколько ты Вот у тебя есть публика искушенная Ее всегда нужно удивлять Где ты находишь баланс Где вот И ты не прогибаешься От искушенных зрителей Ну и пытаешься Дать такой вот Материал Чтобы люди тоже его брали Слушай Очень классный вопрос И вот На этот вопрос ответа нет Вот правда Ну точнее Как бы он есть Но он может показаться Настолько простым Что все скажут Ну это какая-то фигня И неправда А с другой стороны Все намного-намного Естественно сложнее То есть Это знаешь Такая тонкая очень грань Это очень тонкая грань Которая Просто проходит На уровне Вот твоей такой чуйки Знаешь На уровне ощущений Этому невозможно Не научить Не что-то посоветовать Я просто Вот Я так чувствую То есть Есть оно ощущение Оно безусловно Не скапливается Да Оно берется Из опыта Из тысяч проведенных классов Потому что там Ну за свою карьеру Я провел просто тысячи Я никогда опять же там не считал Но если в среднем Когда я работал Прямо по полной Как фитнес-инструктор Это было 100 уроков в месяц То есть Это тысяча уроков в год И работая 20 лет Ну можно предположить Что я 10 тысяч уроков точно провел И вот из этих 10 тысяч уроков У тебя складывается ощущение Какие уроки были удачными Что ты там давал Какие были неудачными Вот из этого всего Ты строишь потом какую-то вот Эту линию А вот было такое Что ты например Пережестил И прям увидел Что люди ушли И не вернулись Как ты там возвращал это все дело Никак не возвращал Да Никак не возвращал Я вообще никогда не держусь За людей Не пытаюсь им угодить На своем уроке Ну в плане Менял ли ты что-то Тоже хоряги Или как продолжал Так же Когда Вот когда я действительно Понимал Что это был перебор Естественно я менял А когда это было Вот можешь прям назвать Это Было наверное Пару уроков Ну в первые Может быть лет Пять Моей работы То есть Это было В начале Скажем так Пути И были как раз Вот те моменты Которые ты говоришь Что ты пытаешься угодить Вот какой-то там Группе людей Которые там Подготовленные И они прям тебя там Супер-супер любят Такое было Но это было на начальном этапе И были моменты Когда у меня С классов С уроков Уходили люди Что у них не получается Да Сейчас Вот последние Там не знаю Лет 10 Я такого не припомню Чтобы кто-то вышел Из зала Потому что Я стараюсь наоборот Все по большей части Упрощать Потому что Зал В фитнес-клубе Это одно место На конвенции Можно как раз Развлекаться И делать там Какие-то большие вещи Вот В зале работаю Исключительно для людей Мне лучше дать Попроще Это и мне проще И людям проще Конечно Хорошо Да И максимальное количество Людей Которые у тебя Были на выступлении За раз На уроке Ну урок В клубе На конвенции Наверное Максимальное количество Это было 500 По-моему Человек Это где В Амстердаме 500 человек В одном помещении Скачут Да А на уроке На уроке В клубе Здесь все зависит От зала Ну понятно Сейчас я работаю В клубе Где зал достаточно большой И там вечером Может быть Под 75-80 человек Сейчас Да Сейчас Да Они столько приходят И мест не хватает То есть Некоторые люди Не помещаются В зал Зал порядка 400 квадратных метров То есть Вот там У нас 80 комплектов Штанг Ты можешь Я могу А что нет А фитнес А фитнес А в каком районе Балашиха А все Ты же говорила Ну это для зрителей Да Для зрителей Приезжайте Проезжайте 108-ка Туда немножко Другой маршрут Но здесь недалеко Ага Как ты сочетаешь Себе Роли Презентера Организатора Финансиста Бухгалтера Есть ли люди Которые тебе помогают Кому-то обращаешься Что ты аутсорсишь А также Оператора Монтажера Да Вот этого всего Слушай Ну человек Оркестр Все сам Да И у меня паранойя В этом плане А нет такого Что если бы ты кому-то Что-то аутсорсил То тебе было бы Легче Ты бы сребро Прошу продвелся Наверное Наверное Это было бы так Но я паранойик В плане того Что мне кажется Что не сделаешь это сам Сделают за тебя Но сделают плохо Вот У меня в этом плане Действительно Ну как бы Небольшая паранойя Я вообще не умею делегировать Практически ничего У меня есть пара человек Которые мне помогают С какими-то моментами С организационными Да Там по семинарам Они могут Там зарегистрировать людей Отправить какие-то письма Там еще что-то Да Я им очень благодарен То есть там К тому же конкурсу Да Мне ребята Очень сильно помогали На выставках Они очень помогают На меов где-нибудь Вот Но что касается Какого-то вот прям Программа Там Того же самого Продакшена Да Делаю реально все сам Понимаешь Что это очень неправильно Но только так Я могу четко Вот пока На данный момент Контролировать Какое-то качество Того что получится Вот Хорошо Да У тебя публичный путь развития Тебя знают все В России В мире Наверное Наверное Но есть Какое-то количество тренеров Которые Ни в каком комьюнити Не состоят И при этом Они довольно хорошо Зарабатывают И Ну ведут персоналки Как ты считаешь Нужно для тренера Быть публичным Чтобы Продвинуться в карьере Вопрос В какой карьере Просто В карьере тренера Ну в карьере тренера Если он хочет быть Классным тренером Абсолютно А если презентером Это другие Абсолютно разные Совершенно Ну Там Надо Да Но в плане Ну да Надо ли Вот Там же В соцсетях Себя так же Продвигать Этим тренером Кому-то Да Кому-то Нет Кто-то Без этого Вообще Прекрасно Живет То есть Если ты хочешь Действительно Быть классным Тренером И давать Людям Клиентам Какие-то Результаты А может Ты хочешь Быть Классным Тренером В спортшколе Тебе Абсолютно Нафиг Не нужны Никакие Соцсети Хорошо Давай так Кому нужно Публично О себе заявлять Публично Это тоже Очень сложный Вопрос Каждый Сам Наверное Сам Сам Для себя Решает Нужна Им Он хочет Этой Публичности Либо Нет Еще раз Вот смотри Может быть Ты ставишь Сейчас Какое-то Не знаю Там Равно Не равно Что Допустим Публичный Человек Это Какой-то Успешный Человек Либо Наоборот Успешно Он обязательно Должен Публичным Вот Для меня Это Не равно То есть Человек Успешный В своем Деле Может быть Абсолютно Не публичным Он может Вообще Практически Никто Не знать На публике Но он Будет Действительно Давать Какие-то Классные Результаты В своей Работе Вот Примерно Так И Не всегда Какой-то Очень Публично Известный Человек Супер Мега Профессионал То есть Понимаешь Вот здесь Вообще Не стоит Знак Равно И Поэтому Мне Сложно Сказать То есть Ну Насколько Я публичен Опять же Чем Определяется Эта Публичность Количеством Подписчиков Количеством Людей Которые Тебя Знают Лиду Еще Что Узнаваемость В определенных Кругах Ну Понимаешь Нет В узком Профессиональное Сообщество Да Профессиональное Сообщество Оно Именно Узкое Ну Например Пойти В разные Фитнес Сообщества Те же Внутри Думаю Что Много Где Тебя Знают Возможно Да Мы так Рассуждаем Возможно Да Возможно Нет Мы Сложно Об этом Утверждать К тому же Сейчас Знаешь Как бы Идет Смена Поколений И Может Те Кто Начинал Лет 5 6 7 Назад Они Действительно Может Быть Со мной Знаком Те Кто Только Сейчас Начинают Вряд Ли Вряд Ли Они Обо Мне Слышали Вряд Ли Они Меня Вот Этой Публичности Я Не Супер Мега Активный В этом Плане Человек В плане Соцсетей У меня Соцсети Я их Веду Но Там То же Самое Количество Подписчиков Абсолютно По современным Меркам Никакое Никакое 12 12 Нормально Живые Это Живые Да Это Живые Ну Наверное Я проверялась Взяла Такую Статистику Хорошо Тогда Смотри Вот Ты Сказал 5-6 Лет Люди Которые Сейчас Пришли Они Скорее Все Тебе Не Знают Ты Думаешь Они Могут Меня Не Знать Они Могут Меня Не Знать Почему Потому Что Ты Что Не Так Стал Делать Нет 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 Во Первых Есть Сейчас Большая Прослойка Тренеров Которые Достаточно Далеки От Профессионального Фитнес Сообщества И Профессиональных Мероприятий Надо Об этом Говорить Честно То есть Есть Очень Большое Количество Людей Которые Являются Самоучками Ну Назовем Это Так Опять Я Не Говорю Что Это Плохое Какое Слово Потому Что Есть Прекрасные Самоучки Которые Да Слушай Ну Я Чуть Лени Самоучка Ну Можно Сказать Но По Большому Счету Как Самоучка Отчасти Несмотря На то Что У меня Там Высшее Физкультурное Образование Азы Я Постигал Практически Вот Там Знаешь По Урокам Своей Жены И Тех Людей Там С кем Я Работал В клубе По Каким-то Книжкам И Учебникам Мой Первый Прям Такой Полноценный Большой Семинар Который Я Прошел Он Был Года Через Три Наверное После Того Как Я Начал Работать Учитывая То Что В те Времена Еще Не Было Интернета Абсолютно И Было Три Видеокассеты Которые Ты Мог Смотреть Поэтому Отчасти Да Ну Как Я Начинал Как Самоучик Но Потом Пошел Естественный Процесс Развития С Обучениями Да С Огромным Количеством Обучений Вот И Начинал Так Да Многие Так Начинали Многие Так Начинали Это Резюмер Это Нормально Ничего Что Так Отчасти Отчасти Я не Против Этого Но В какой-то Момент Люди Должны Начать Адекватно Оценивать Свой Уровень Ладно Мы Это Затронем Давай Дальше Возможно Окей А с чего Мы Начинали Кстати Я Ответил На вопрос Вообще Там Было Про А про Что Там Было Про Публичность Вот Да Это Мы Все Зависит От Да Озвучь Свой Прайс На Что Все Что Ты Умеешь Сколько Это Стоит Слушай Он Официальный Можно Зайти На Мой Сайт Tarasklimov.com И его Скачать Сколько Персоналка Стоит А Я Не Веду Персонал Тренировки Хорошо Выезд На Однодневный Выезд На Семинар Ну В Москве Давай Так В В Москве Я Провожу Все Сам Поэтому Там Условно В Москве Купить И Заказать Меня Практически Нельзя Другой Город Понятно Что Покрыть Перелеты Проживания Да И Гонорар 50 тысяч В месяц Ой В месяц Господи День Все Начинается Хорошо А Выступление На Сцене Мастер Класс 15 Тысяч 200 Да Там 200 Евро Примерно Так Не Зависит От Страны В В разных странах цена может меняться Цена может меняться В России 15 Да За границей в Европе В Европе это может быть и 300 евро То есть если там по нынешнему курсу переводить От 200 до 300 евро Плюс они все покрывают получается все перелеты Да Обязательно Да Хорошо Бывают ли у тебя частные мероприятия Вот например Как Диму Билана заказали на корпоратив У тебя такое бывает Что Тараса Климову заказали на корпоратив Ну какой-то Фитнес-корпоратив Фитнес Слушай, у меня эти корпоративы Каждые выходные Ну вот так Проводишь Ну какие корпоративы Вот те обучения Которые я провожу Они же проходят По выходным Ну типа заказывали тебя Вот как на какие-то частные мероприятия закрыты частные закрытые не знаю нет 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 есть закрытое обучение фитнес-клубах то есть когда допустим до фитнес-клуб решает обучить только свой персонал есть открытое обучение в каком-то городе они естественно тоже проходят фитнес-клубе но там собираются все желающие очень много половина о последние когда это было прям для какого-то одного клуба ну вот наверное в марте и было владивосток да мне там но там было открытое обучение для всех пожелается с дальнего востока слушай их настолько много я даже зачастую для меня это не имеет никакого значения то есть мой гонорар меняется то есть моя стоимость она определяется вот количеством выполнена работа и все вот но таких обучений достаточно часто бывает это под открытие клуба часто это бывает под какой-то может быть аттестацию либо еще что-то либо просто хотят подтянуть своих тренеров по какому направлению да у нас закончился контракт потому что восемь лет это достаточно большой срок в течение которого мы уже активно активно поработали да и вот я сейчас видите нет нет я просто свободных кроссовки до в которых я классы виду рибок вот но не только либо то есть я сейчас не обременем до контрактами да да с 2012 года я официально каждый год являлся амбассадором компании сейчас немножко поменялась у компании политика поменялся бюджет и всегда есть какие-то векторы развития которые они хотят которые хотят вкладываться больше в каких хотят вкладываться меньше у них сейчас скажем так поменялось поменялось поменялся вектор вот поэтому поэтому да пока у нас сотрудничество прекратилось но конечно на тебе было так что ты в рыбаке только бегаешь и оканец помо хочет чтобы ты стал амбассадором были предложения да да были предложения ну потому что во первых есть контракт он уже есть нет нет то есть он подписан он он есть да 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 а секс приходил несколько лет назад приходил а секс приходили еще приходил еще один магазин скажем так мульти брендовый ну как с предложением nike приходил nike nike приходил прям был был я на собрание совещание там тоже все скажем так обломился они хотели собрать команду но не собрали вообще никого вот опять же поменялся поменялся вектор поменялась какая-то идея ну да 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 поменяли свое решение в одночасье почему нет большие крупные бренды они не спокойно кстати мне мне очень даже нравится пока нет никогда никому не звонил и не буду честно да самая бесполезная вещь которую ты купил как в своей карьере ой блин да на обдумать нас думать самую бесполезную вещь о слушай над подумать это прикольный потому что вопрос но я не могу сейчас прямо на это пока если что думать о него если даже вдруг ты не вспомнишь я потом могу приписать на конвенции да да было одно выступление было пару мастер-классов на конвенции в челябинске лет семь назад вот прям мне был со стороны все было хорошо но я понимаю что это было нехорошо вот очень были тяжелой класс но во первых это был единственный раз в жизни когда я проводил урок который назывался табата да я просто это был единственный раз в жизни когда урок но тогда прям был надо то есть знаешь это было вот прям коммерческое название то есть это был да мне пришлось организаторы сказали блин чувак вот надо прям вот надо я говорю ну в общем это было название во-первых мне стыдно за название вот за это сам класс был бы неплохой в принципе но дурацкий но тем не менее вот за этот класс мне стыдно это раз и второе был еще степ урок на котором счет у меня там не получалось вот что-то там прям вот не пошло не поперло но и в целом конечно получилось все хорошо но я помню что там были прямо косяки челябинск это вот был это был один и тот же день это да у меня было по-моему три или четыре класса за в день то есть вот два из них получились на мой взгляд не очень удачный на карантине вот на карантине это был курс по биомеханика американский американский онлайн там огромный огромный курс я взял несколько блоков мне очень понравились очень понравились exercise professional точка ком это мало известный очень ресурс прям ребята вам сейчас такой спойлер прям закидываю спойлерю но это очень крутой очень крутой дядька мега супер толковый объясняющий показывающий все супер мега наглядно вот и специализируется он больше именно на биомеханики упражнений то есть на том как работает тело как работают тренажеры как работают силы как работают вектора мне очень интересно и несколько блоков несколько модулей прошел вот записали какой метод и способ тренировки тела ты считаешь таким оптимальным какой ты веришь я искренне да искренне я верю в игры искренне я верю в игры в любые подвижные игры в любые спортивные игры то есть все то что не привязано какой-либо либо циклической работе либо одному какому-то исходному положению вот в это я верю то есть я считаю что это может дать твоему телу абсолютно полноценное хорошее качественное развитие да периодически до периодически да но в рамках фитнес-клуба все равно тебя немножко сковывает эта система она не позволяет тебе полностью погрузиться в этот процесс в игровой хотя он очень крутой он безумно крутой и с точки зрения работы нашего тела и с точки зрения эмоциональности вот с точки зрения развития чувств до всяких прочих вот таких вот моментов но что могу то делаю что могу то делаю плюс опять же не все клиенты к этому готовы знаешь как бы так ментально приходя фитнес-клуб они все-таки ждут немножечко другого они ждут более такой стандартный фитнес-клубовской какой-то программы вот и некоторые могут не не очень хорошо как бы не очень не то что адекватно дам ну как-то стеснительно реагировать воспринимать это не совсем так как ты бы хотел ты достаточно консервативен некоторых взглядов но такой ну я называю тогда альбом так как альбом а что это значит альдом олдскульный да все олдскульный да как ты относишься к новой школе я знаю спойлер что ты там пишешь много как ты к ней относишься ты знаешь какое-то время нас называли новой школой в том числе а вот все а все то есть нет я понимаю что все меняется да все изменяется и ничто не вечно то есть там в 2010 ну то есть когда я начинал в 2000 был один стиль да это была прям такая какая-то классическая штука до в 2010 это вот появилось то что да и по сей день на принципе можно отчасти назвать новой школой потому что она все равно отличается того что было 20 30 лет назад то что происходит сейчас мне не совсем нравится да поэтому вот ты спросила как я к этому отношусь меня могут называть вообще хоть как угодно хоть там супер мега олдскул мне абсолютно по барабану это не плохо в смысле нет это не кто-то может быть считает и плохом ключе даже прям все там это заржавел и вообще человек не развивается я просто хочу сказать что ребят олдскульные ребята они просто слишком долго в этой теме до в теме фитнеса и поверьте они пробовали много чего много чего и видели много чего и есть у них опыт и есть право сказать попробовав много чего что ребят вот то чем я занимаюсь это самое клевое опять же на мой взгляд ну вот тот же саша ошкин да он занимается аэробикой степом но он попробовал он и акваэробику и сайкл он вел да и там еще какие-то штуки и прочую всякую фигню и он видел до хренища за 20 лет но он ведет эти классы потому что он считает что они действительно самые классные но это его личная точка зрения я не хочу сейчас смотреть вот поголовно на все то что происходит нам повальные угли увлечения во первых не только тренеры меняются клиенты меняются у меня очень много вопросов очень много претензий к клиентам к самим я их тоже могу высказать опять же скажу какого хрена клиенты идут к тренеру лечиться ну понимаешь то есть какого хрена клиенты которые хотят заниматься фитнесом они в соцсетях там под постом пишут тренер у меня болит колено чем делать какого хрена ты спрашиваешь это в соцсети у тренера тебе нужно спрашивать это задавать этот вопрос в живую врачу вот понимаешь смешалось все настолько что и тренеры этому потакают многие вот поэтому я бы не сказал что это какая-то супер новая школа люди болели всегда у людей была боль всегда просто сейчас непонятно с чем тренеры работают то ли они с работают то ли они с упражнениями работают то ли они с мышцами работают то ли они с физическими качественно работ непонятно то есть когда там не знаю я занимаюсь т.п. робика я абсолютно четко понимающими работу к примеру я не только с т.п. робика снимать просто порой видишь как это бывает нам понятно потому что мы развиваем качество какие-то силовые до качество тела но людям это же людей им это сложно продать им легко продается через какие-то боли можно там решить вашу проблему с весом теми же болями типа вас будет меньше вот такие вещи может быть поэтому у людей клиент возникает такое что наверно поэтому у меня возможно поэтому у меня может быть и сложное какое-то отношение сложные отношения до с новой школой потому что я считаю что отчасти это больше не про фитнеса больше про продажи боль я понимаю да я я помогаю человеку скажем так уменьшить его гиподинамию да то есть я просто даю ему почему если я понимаю что гиподинамия они же понимают объемами весом обхватами во первых не люблю обобщение что люди не понимают да кто-то понимает кто-то нет безусловно ну а почему нужно выбирать что-то что проще преподнести почему я не могу выбрать то что сложнее опять же на твой взгляд преподнести и объяснить людям но у меня получается объяснить у меня на протяжении 20 лет постоянно есть клиенты их много они не уходят они переходят из клуба в клуб значит я могу им объяснить что я делаю может быть проблема не в том что я продаю не той люди просто не могут объяснить что ничего не творят они сами может быть не понимает что они делают поэтому не могут объяснить людям что на что для чего это все молодое поколение молодое поколение в топе да да все не в топе если мы первую букву не перепутали во первых я не могу знать все молодое поколение во вторых ну я же человек такой достаточно но не то что узкой специализации но тем не менее да то есть такого активити в наш сфере ты знаешь питер развивается но питер как-то он развивается внутри питера они почему-то вот сидят и как бы в питере они прям такие звезды короли ну какого хрена блин может быть но правда они же они же прям они хорошие они клевые но у них может быть есть какая-то вот эта мы вторая столица и какой-то немножко за задранный нос отчасти но вот я тоже не могу понять я тоже не могу понять почему они не могут знаешь так стрельнуть прямо на всю россию прям ну из питера ты можно стрельнуть ну реально странно здесь вообще вот этого какого-то секрет успеха не питер но питерцы хорошие есть в принципе там девчонки хорошие неплохие в набрали тоже двигаются немного опять же их да но они есть им интересное развитие и не сказать что они прям там прям всю россию сейчас прокачивают но свой регион прокачивают в любом регионе есть свои люди которые вот немножко тащат и подтаскивают те направления которыми там я занимаюсь да и мои мои ребята коллеги там мои друзья вот они всегда есть они всегда есть по именам я не хочу никого называть чтобы знаешь на никого никого не обидеть но вот для себя я вот может быть там вычисленную выделяю несколько человек кого я считаю что ну может ждать прям такой хороший достаточно прям успех нет не будут говорить не будут говорить но но сложно во первых я не хочу никого там обижать кого-то там либо кого-то там рекламировать и возвышать кто-то может быть прямо ждет и очень хочет а потом расстроиться не буду есть для этого у меня конкурс пожалуйста приходить ребят но опять же в котором я не принимаю голосование нет там права голоса но тем не менее вот а во вторых я бы не хотел тоже кого-то там знаешь обнадеживать ну что вот прям вот этот человек мне кажется должен стрельнуть вдруг он не стрельнет да потому что сложная сейчас ситуация с фитнесом да и непонятно после этого карантина и в связи с новой школы что будет продвигаться что будет позиционироваться нет я за развитие в любом случае то есть если будет больше людей привлекаться в отрасли это же очень хорошо это очень хорошо пусть даже не на аэробику и не на степ не на какую-то силу и функционал куда и бог то с ним если будет больше людей в принципе заниматься я уже буду счастлив искренне счастлив вот и тренеров соответственно тоже станет слушай подкачка карантин этот он ужасно все под испортил потому что да ну шло прям явное развитие индустрии отрасли до коллег клубы открывались клубов становится больше соответственно тренеров нужно больше клиентов приходит больше все было больше 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 то есть сейчас часть клубов закроется явно да безусловно открываются новые то есть там вот пишут ребята что там вот мы открылись мы открылись мы открылись какие-то на предпродажах работает но все равно я думаю что количество закрывшихся клубов будет чуть больше чем количество открывшихся новых вот часть тренеров может быть потеряет работу часть тренеров может быть в принципе уйдет из профессии потому что карантин их подкосил то есть они не имели какого-то заработка может быть они пойдут какую-то другую профессию да не факт что вернуться неизвестно поэтому сложно сейчас говорить что будет оффлайн вернется но как он вернется неизвестно поэтому и не хочу говорить что вот эти ребята точно будут прям стрельнут будет тоже по-дурацки типа я знал я знал да я знал я знал это же глупость это просто вам вот пусть это во мне останется и я просто суши наверно они есть я уверен что они есть честно не знаю я подписан на 60 человек вот прям моих друзей с кем я общаюсь и я не читаю практически ничего мне периодически что-то там присылает могут прислать там да какую-то как правило чаще присылает именно вот ерунду какую-то да что типа смотри какая чушь ну как бы чуши полно и иногда может быть меня складывается какое-то ошибочное да такое мнение что вот мне там чуши на присылали и кажется что вокруг везде одна чушь вот но это супер толковый я особо не вижу то есть в любом случае есть достаточно да ребятам классическое базовое образование она вообще не мешает никогда да то есть вот то же самое физкультурное как бы его не хейтили но да многие выходить им говорят на чему там выходит вот посмотрите на этих студентов которые выходят из университета физкультуры они вообще ни хрена не знают здрасте да ничего они не знают конечно понимаешь они знают вот ту колоссальную основу базу вот это все по анатомии который ты за зад за день за два ты не пройдешь которую ты учишь которую ты сдаешь это все показывают нужно вот ежесекундно знать всю эту а я понимаю как товары для тренера надо ли так не прямо это досконально добре знать или просто тебе когда это нужно ты обращаешься к источникам сейчас же информация настолько доступные конечно нет конечно она доступна но прикол преподавания в университетах это люди с огромным преподавательским опытом то есть своего преподавателя по анатомии который читал лекции даже не практические семинары проводил где мы там там кости вот эти крутили в руках да просто читал лекции нас собирался три группы там 150 человек да на огромную аудиторию он просто рассказывать я до сих пор помню как это происходило до сих пор помню это преподавал 20 лет назад 21 год назад 99 год я поступил на первый курс и вот это все она остается то есть остаются все эти лабораторные штуки ну то есть вот где на каком семинаре ты сможешь взять у человека там до кровь после того как он поприседал 30 секунд да и посмотреть что там с пашкой и прочим всякими вещами по физиологии нигде ты не сможешь тебе никто не предложит провести какие-то тесты да когда там один человек делать статическую нагрузку какой-то от который делает динамическую посмотреть скорость их восстановления тебе никто не предложит там да вот просто на каком-то обычном семинаре который там проходит два дня сесть там данный велоэргометр да там человеку зафигарить маску от регистрировать его дыхание регистрировать его давление регистрировать его пульс смотреть на какой нагрузке что происходит то есть делать эти ступенчатые тесты да там по новоопределение мы все это делали мы все это сделали в университете это колоссальная база ты пять лет этим занимаешься я два года только занимался массажем сюда у меня была специализация лфк массаж параллельно и потом действительно тебя там не научат аэробики тебя там не научат именно аэробики хотя она там есть вот потом ты берешь вот эти вот курсы до прикладные уже вот именно по аэробике и она накладывается на твоего базовое вот это вот образование накладываешь некую специализацию понимаешь курсы в современном фитнесе но глобально вот если по-честному говорить это давай перевернем ситуацию допустим в поварскую тему то есть вот есть человек без базового образования повара да который не знает на технологии не продукт там как это все там нужно хранить резать там еще что-то да 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 вот это вот всю фигню и он берет читает книжку потом какой-то как делать пасту да он учился вот делать там пасту или семинар как делать пасту два дня и он называет себя поваром я шеф-повар но ты не можешь называться шеф-поваром либо мастер-тренером нашем случае да когда ты не имеешь базу вот этого поварского образования то есть как не знаешь как продукты там взаимодействует условно между собой там я тоже не этого не знаю но я сейчас выдумываю из башки в любом случае есть некая база а потом ты можешь стать там кондитером мастером там по тесту мастером по мясу там по суше еще по какой-нибудь фигне но есть база вот примерно так я не назову опять же не назову и не буду никого рекламировать но есть мне кажется достаточно известные какие-то в россии преподаватели которые уже все зарекомендовали на протяжении многих лет они может быть не супер блогеры но преподавать они хорошие по разным направлениям разные преподавать например тот же самый не знаю тренажерный зал если мы возьмем до володя лапин пример опять же абсолютно человек не блогер но это человек с очень классным преподавательским таким умением и с огромным опытом вот если мы возьмем например пилот да в россии наверное это у нас там там лен волкова можно сейчас не всегда но используется в жизни но опять же это один одно из средств увеличение скажем так ну или там нейтрализации до той же самой гиподинамии ну то есть возможность человеку подвигаться по сокращать мышцы потратить энергию но это инкубатор да возможно возможно но слушай ну а велик классно ну вот опять же это вот вопрос вот кто-то там прямо скажешь туда ночью велик классно но ты же не ездишь опять же на велике каждый день да то есть ты можешь покататься на велике там не знаю 1 неделю максимум если ты прям любишь это номер а в нашей стране но три месяца лет а когда ты можешь кататься на велике ничего теперь говорить что велик это плохо как бы например не сказать что я как-то изучал это не сказать ну как бы это глупости на то есть во первых я не проходил никаких обучений вот я я интересовался да я следил за тем что делает науди я лично с ним переписывался у меня даже лично отвечал вот и в какой-то момент ну мне казалось это неплохой идеей но под этой неплохой идеей я не нашел какой-то доказательной базы научный это раз второе поскольку это ну такая молодая штука до какой-то практической ну то есть они там очень хвалятся своим борцом там на который там выиграл америку и прочие всякие штуки но это один один пример безусловно конечно ты что огромный спортсмен нет нет ты что огромнейшее количество исследований по любой там на тематике да они проводятся с использованием тренажерных устройств тот же раз то же самое разгибание голени сгибание голени разгибание голени с помощью этих тестов да то есть или там жим штанги лежа даст помещу приседания оценивается развитие там таких самых физических качеств развитие уровня силы развитие уровня выносливости одни приседают там 3 по 5 другие там 3 по 15 ну условно да там с разными весом отягощения конечно не очень много пишешь но все твои посты если ты пишешь они категоричны это прямой вопрос я его хотел они довольно категоричны и не связаны с тем что категоричность хорошо заходит и люди любят когда есть четко что-то негативное не ставишь ли ты на этот плане делаешь так это просто хорошо заходит нет я себе ну про позитивное ты не пишешь слушай мне кажется у улыбки и селфи они намного лучше заходят и больше собирают лайков и комментариев проверено на своем опыте что-то негативно заходит гораздо лучше складывать просто ощущение что ты знаешь изначально что негатив зайдет нет вот пока ты об этом не сказала я об этом даже нет нет это зерно она понимаешь я его не заметил скажем так я пишу вот ровно то что мне хочется написать все они больше не меньше даже вообще не думаю о последствиях иногда я даже с утра жалею чего зачем я это написал да там на следующий день тоже как правило я пишу это все по ночам сижу вот и но ты знаешь свои постоянные обсуждаются все потом их это ты читал и там таким просто это обсуждать иногда ты как будто знаешь натираешь задницу в том числе и мне очень там не я просто старый ворчащий дед старый ворчащий ворчащий дед да да так и есть я не скрываю сам большое разочарование фитнесе это сам фитнес мне кажется но честно то что то что он существует это вот прям разочарование но это разочарование не для меня это мне кажется разочарование для человечества потому что по большому счету если бы мы жили как должны жить люди он бы не понадобился если бы мы по-прежнему там не знаю работали в полях до добывали себе пищу охотились и прочие всякие штуки ну да 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 ну естественно естественно но ты знаешь даже там двадцатом веке если бы не было столько у людей лени мне кажется фитнеса для ленивых все таки потому что по большому счету он тебе не нужен если ты действительно хочешь поддерживать свою физическую активность на нужном необходимом уровне просто мало кто хочет зимой взять беговые чертовы лыжи да и выйти и побегать в на этих лыжах в парке ну мало кто скажет дурак я лучше пойду в теплый клевый фитнес клуб где там можно и помыться вот а летом ты можешь сесть на этот велик либо просто пойти там побегать либо еще что-то ну понятно что да железяки нам по поднимать какие-то ну как бы это 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 надо да и может быть вот раза в неделю по большому счету да вот человек просто прийти в там тот же самый тренажерный зал взять штангу там со штангой что-то поделать нагрузить свой опорно-двигательный аппарат и мышцы а все остальное он в принципе способен получать просто на улице не посещая фитнес-клуб поэтому вот в этом наверное части какое-то небольшое разочарование по решению вопросов гиподинамии сколько человеку нужно среднем в день часов активности в среднем в день часов активности можно открыть опять же рекомендации ввоз либо рекомендации там американского колледжа американского колледжа спортивной медицины и там зависимости от возраста и уровня подготовки можно увидеть что там да там человек пожилому каком-нибудь 30 минутные прогулки два-три раза в неделю вот с этого надо начинать а дальше можно уже увеличивать по мере твоего уровня подготовки поэтому здесь однозначного ответа нет элементарно можно хотя бы придерживаться вот этих каких-то норм то есть активность вот прям именно физическая активность минимум там до 3 раза в неделю по 30 минут это если ты прям вообще супер не подготовленный пожилой человек и увеличивать по мере адаптации он существует но он сам себя окупает скажем так вот и он есть вообще он не создавался изначально как какой-то там супер супер машины для зарабатывания денег я изначально понимал что ты на этом много не заработаешь вот потому что он нацелен на очень узкую аудиторию он да это очень узкая целевая аудитория инструкторы именно групповики которые ведут именно вот такие занятия их очень немного по стране поэтому он есть тот материал который отснят он никуда не делся новый материал мы полгода не снимали вот но сейчас появилась студия и я думаю что будет появляться на материал что ты платишь презентером который тебя занимается да 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 у тебя есть свой самостоятельный конкурс трамплин и тебе не так давно передали и они в целом довольно схожи по содержанию ты согласился на и фео потому что было сложно отказать или как тебе в этом какой интерес у тебя есть уже столько ну отказать было в принципе невозможно потому что это володя и потому что этот конкурс который меня связывает очень большие воспоминания это очень долгий путь мой на поэтому этот вариант наверно я понимал что это ну как бы дополнительная ответственность дополнительная части головная боль да сразу же параллельно когда есть ответственность есть сразу головная боль вот от которой отказаться невозможно но вопрос сам по себе зачем тебе вот этот еще конкурс ну он не то чтобы мне он он мне незачем он просто да он нужен не мне он он нужен всем остальным то есть он он не мне нужен он и он и володе был не нужен это это конкурс который нужен инструкторам это народный конкурс это народная площадка где ребята могут выйти и друг с другом там не знаю не взять даже посоревноваться просто потусоваться по увидеться да и посмотреть кто чего достиг примерно так то есть он ни какому-то конкретному человеку нужен трамплин примерно такая же ситуация но она более конкретная в плане чего да в плане того что человек точно знает что он получает выигрывая этот конкурс выигрывая вот это вот такое соревнование какой какие гран-при он там получает во первых это самое главное что получила огромный опыт вот за этот год после конкурса она получила огромный опыт опыт это такая штука которая когда ты открывал трамплин ты уже тогда понимал что тебя это скорее всего достанется нет нет просто поэтому ты создавал свое да 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 потому что ну есть есть и и айфио он был да на протяжении десяти лет но поскольку я безумно уважаю володя никогда не лез к нему с советами ну то есть я понимаю что человек занимается вот своим проектом до который он уже больше 15-20 лет делает и давать вообще какие-то непрошенные советы но не в моих принципах поэтому никогда ничего не говорит что как я вижу этот конкурс да там вот володь я считаю что надо сделать по-другому я просто начал делать свой который отличается вот и все не пытаясь давать кому-то советы и пытаясь изменить то что можно можно трамплина нет каких-то фондов то есть по сути это и не заработок это вот просто площадка для да да нет ни спонсоров ну глобально да в прошлом году на трамплине там был спонсор гибок но опять же это было не финансовой помощью была помощь на макет экипировка и призами вот поэтому это все делается исключительно на собственных инициативах да и в лучшем случае эти мероприятия они сами себя только окупают в ноль до не всегда даже так вот поэтому ну да но кто тоже должен ее делать ну а кто и потяну ну надеюсь что я делаю какие-то правильные вещи потому что если володя не делай фо ну кто 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 бы другой делал неизвестно какой бы был конкурс кто-то бы может быть и делал вот делаем как можем стараемся сделать лучше чем было круто что это есть и что еще тропы появилась да а ты не спамил кстати про бесполезную фигню для фитнеса ботинки вот эти кэнгу джампс я считаю нет я их не покупал я бы никогда их и не купил если бы я не купил я был бы мне кажется вообще придурок да и батутки даже ужасно я детям не разрешаю своим прыгать на батуте нет 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 да да и финальный вопрос если не фитнес то что то я был бы поваром но я был бы поваром я в девятом классе хотела стать поваром хотел пойти в кулинарное училище там техникум как он называется ну то есть вот потому что с детства мне нравилось готовить вот и да да я много готовлю часто готовлю не жена больше готовит конечно потому что ну во первых она чаще бывает дом чем я вот и детям надо всегда много готовить но я бы наверно был поваром я бы открыл может быть даже свой какой-нибудь там ресторанчик и делал бы какие-нибудь хрен знает что я много чего вообще любим блюда их несколько паста мясо в принципе и супы готовлю я не люблю готовить овощи хотя все равно могу приготовить овощи да на этом все спасибо тебе большое пятенчика спасибо большое было очень клево а и Субтитры сделал DimaTorzok